Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, сегодня в нашей студии гость, доктор исторических наук, профессор, директор Института Истории и Государства Иркана Мажуч Абель. Здравствуйте, Иркана Мажуч Абель. Я очень рад вас видеть в нашей студии, и я знаю, что вы пришли, так скажем, не с пустыми руками, идеями, взглядами. Речь пойдет о семитомнике. Как известно, руководство Казахстана давно ставило вопрос о том, что необходимо концептуально пересмотреть многие методологические вопросы по истории Казахстана. В том числе те, которые касались, допустим, отказа от старых советских шаблонов и стереотипов на нашу отечественную историю. Даже был проект по написанию 12-ти томника, даже были выделены деньги, но в конце концов мы оказались у разбитого корыта, научные сотрудники, ученые, историки не смогли получить деньги, и работа застопорилась. Сейчас идет работа над семитомником по истории Казахстана. И, наверное, после статьи президента Туркаева, независимость превыше всего, должны были быть какие-то определенные подвижки в этом плане. Расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, вначале я бы хотел сказать не столько руководство Казахстана, сколько это общественный запрос был. Так. Потому что в 95-м году у нас была концепция развития исторической науки. Монаш Кабашевич Позубаев коллектив под его руководством готовил. И там эти вопросы были подняты впервые. Потому что с 91-го и 92-го года какие-то попытки были по-новому взглянуть на историю без идеологического определенного заданности. Это был запрос общества на тот момент после распада Советского Союза. Вы понимаете, что наука это инерция все равно. И людей переделать очень сложно. Особенно ученые. Ученые они вообще немножко консервативны сами по себе, как любая академическая среда. Поэтому, ну, когда целое поколение выросли на марсистско-ленинской идеологии, когда думать даже по-другому было опасно. И подготовили еще следующее поколение на этих же основах. Хотели по-новому, но в любом случае это касалось в основном открытия тех тем, которые были просто запретны. Там о хане Кенесары, предположим, да, о колониальном периоде, там. О голоде, о репрессиях. О репрессиях, о золотой орде, там, в сибирском ханстве. Но сама методология оставалась еще старой. Потому что люди просто не были готовы. А новой методологии не было. Все эти годы шла работа. Общественный запрос очень большой был. Всегда независимость, она же сама была результатом роста национального самосознания. А национальное самосознание всегда имеет своей частью самосознание историческое. Как некий вот такой символ прошлого. Он очень сильно влияет именно на становление идентичности. Поэтому общественный запрос был огромный. Но историки его пытались удовлетворить, насколько они могли. В меру своих возможностей. В меру своих возможностей. Ну, плюс еще вы правильно сказали по поводу денег. Кроме желания должен быть определенный финансовый ресурс. Несомненно. Поэтому возможности эти были очень сильно ограничены. В свое время тот же Институт истории и этнологии под руководством Козыбаева пытался новый пятитомник написать. В принципе он был. Он растянулся на огромное количество лет. В 12 лет, по-моему, выпускали его. И потому что просто элементарно деньги искали буквально. Ну и подходы, наверное, оставались. Ну, конечно. Те же люди писали, что и пятитомник 70-х годов в основном. Что-то там, конечно, были какие-то изменения, новшества какие-то были. Но в своей основе все равно концептуально это оставалась история старая, советская. Была попытка, вот вы вспомнили, да, 12-томник. Там даже такая вот была интересная концепция самой книги. Пытались там региональную историю тоже включить. По каждому региону может быть отдельный том. Где-то выделены были деньги. Я помню, даже ее называли канонической. Да, 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 да. Но там коррупционная составляющая. До сих пор непонятно, куда эти деньги делись. И само собой работа осталась невыполненной. Поэтому общественный запрос был очень большой. И вот когда в статье действительно президент говорил о том, почему у нас нет академической истории, в принципе, историки были готовы. Сказать, что вот, например, что-то новое в этом семитомнике абсолютно революционное нельзя. Потому что в статьях, в монографиях, да, все эти годы, эти все новшества были. То есть специалист по истории Казахстана, он эту книгу откроет. Революционно он там ничего не увидит. Но для общества это будет уже новый взгляд. Извините, извините. Вот, допустим, да, сейчас мы читаем даже на страницах социальных сетей Жаксылы Касабитова, да, ну и других специалистов, в принципе, молодых, достаточно амбициозных. Вот, в одном из его постов я читал о том, что Ак-Орда это не государство, это ставка. Ставка правителя, да, Золото-Ордынского, которая находилась вот в наших степях, казахских степях. Вот. Открываю учебник моего ребенка. Там Ак-Орда это государство? Это государство, да. Его есть основатель, у нее была столица и так далее. Ну, то, что Ак-Орда это не государство, это не революционный взгляд. Об этом российские историки говорят 50 лет последних. А чему мы учим наших детей? Вот это другой вопрос. Три Павлов 10 лет назад для себя точку поставил, например, российский исследователь, да, по Ак-Орде. Это, ну, определенно такой был тренд в советской науке. В советской науке 30 лет назад. Определенный был тренд. Каждому народу советскому нужно было придумать свое средневековое государство. И вот им отдать его. Поэтому там, с чего начинается вот этот народ? Армянам урарту придумали, кому-то еще что-то. Казахам думали, думали. Золотая Орда вообще как бы. Но идеологически это неправильно. Там же татары. Татарам тоже нельзя, им Волжскую Булгарию дали. Золотая Орда вообще никому нельзя давать, потому что 43-го года начинает абсолютно вражеское государство. Да, табу. Да, табу. Я большевик Казахстана читал, там где по поводу Маргулана статья была, что он воспевал Едыге, Золотой Ордынской темнике, врага всех народов Советского Союза. И поплатился. Да, там прям такая фраза была. Поэтому, ну что, и вот ковыряли, ковыряли, и вот придумали. Есть определенные в иранских источниках, что государство Белая Орда. Но, во-первых, везде, где это говорится, это достаточно такие ненадежные источники. Ну и самое главное, большинство современных специалистов по Золотой Орде считают, что все-таки опордают название ставки, а не название государства. Но, тем не менее, наши дети воспитываются на учебниках, которые... Потому что вот этот тренд, он идет у нас с советского периода, вот как, начиная с 50-х годов, как стало принято писать средневековую историю, вот эта Белая Орда, она у нас вот, она у нас прижилась и из учебника в учебник кочует. И что тогда у нас историки для детей пишут одну историю, а для студентов другую? Ну как так? Как можно? Не для студентов, а для студентов тоже Белую Орду писали долго. Хотя вот специалисты по Золотой Орде, они все прекрасно вот эту... И историю этой дискуссии знают, и большинство специалистов по поводу вот этой Белой Орды есть определенный консер. И вплоть до ЕНТ, даже в заданиях по ЕНТ опять-таки... И это не единственный... И это не единственный момент, да. Поэтому я говорю, специалист революции не найдет семи-томники. Мы просто... То, что вот у нас есть факты отдельные по каким-то периодам истории, да, мы их теперь делаем именно частью нашей исторической памяти. Потому что наша историческая память до сих пор формируется на основании советских учебников. Мы их переписываем немножко, да, там поменяем плохого на хорошего, оценки поменяем, какие-то характеристики, думаем, что мы новую историю написали. И так же она переходит и в наши отечественные современные учебники эпохи независимости. Да. Я же говорю, мы там чуть-чуть поменяли только, теперь большевики плохие, но сама суть, сам метод не изменился. Вот. Именно нужно метод изменить. Мы уже предлагаем все-таки рассматривать нашу историю как историю единой степной цивилизации, цивилизации великой степени, может быть, как-то так назвать. У нас, например, надо пересмотреть, как у нас трактуется, скажем, борьба с джунгарами. Это тоже очень большой вопрос. Потому что мы учим на откровенных фейках детей. Ну вот. А когда мы обратимся, не знаю, к детям, чтобы они... Ну вот сейчас семитомник напишем. Так. Потом на его основании будут учебные программы, учебники школьные. Возможно, учебные программы нам удастся и раньше изменить. Вот буквально на днях должен состояться съезд учителей истории. И этот вопрос тоже будет обсуждаться. Я надеюсь, не удастся там выступить. И где-то вот в марте месяце будут разрабатываться, содержательно именно пересматриваться программы практически по всем школьным дисциплинатам. Ну, хотелось бы верить, что в сентябре дети уже увидят у себя в учебниках настоящую историю Казахстана. Программу переработать. Ну, по крайней мере, такую, какую видите ее вы. Все вот эти факты, вы поймите правильно, да, мы, как ученые, да, в том же семитомнике, мы не выходим за рамки того, что доказано сегодня. И это принцип очень важный вот для авторов семитомника. Для нас очень важный принцип. Хотя, скажем, я понимаю, что некоторых любителей истории мы, может, и разочаруем. Мы не будем писать, что шумеры были казахами. Мы не будем писать, что Чингисхан был казахом. Да, потому что есть определенные доказанные наукой факты. Ну, из которых и должны исходить, и на которые надо опираться. Конечно. Поэтому, как я уже сказал, по Белой Орде, 50 лет назад российские историки уже точку поставили. Еще в советское время на этой проблеме. Почему мы до сих пор инерционно говорим старыми шаблонами? Ну, у нас есть до сих пор ученые, которые этой точкой зрения придерживаются. Это их право, они так считают. Но в учебниках должна быть общепринятая точка зрения, которая в мировой науке принята сегодня. В общем, мы ждем Смитомник. Так, чем занимается Институт истории государства? В этом Смитомнике нам самая почетная и тяжелая роль досталась. Это история с 91-го года. Независимость? Независимость. Январские события будут отражены в этой книге? Январские события будут отражены в этой книге. Почему я сказал, что тяжелая? Потому что любой вариант этой книги он будет критиковаться. Мы к этому уже готовы на сегодняшний день. Я знаю, какие два тома будут критиковаться больше всего. Это шестой том, который посвящен советскому периоду истории. И седьмой том, который посвящен истории независимости. А в остальных все чисто и шесто. Нет, там будет критика. Но там больше будут критиковать специалисты. А вот именно шестой, седьмой том будет общественная критика. Потому что у нас на сегодняшний день не сформировалась до конца еще казахстанская идентичность. У нас много людей, которые живут до сих пор в Советском Союзе. Поэтому шестой том тоже будет критиковаться. Седьмой том тоже будет критиковаться. Но там больше внутри будет критика государства нашего. Мы, когда вот январские события произошли, стоял вопрос авторский коллектив. Будет ли пересматриваться концепция седьмого тома, которого мы подготовили. Да, вопрос принципиальный. Мы подняли эту концепцию. Она готовилась год назад. Ни за одно слово, которое есть в этой концепции, мне сегодня не стыдно. Потому что мы ее уже тогда готовили таким образом, чтобы через 20 лет не переписывать этот том. И я вам сразу скажу, да, очень много критики сейчас раздается в адрес, скажем, администрации президента прежней. Но у нас было совещание на уровне администрации президента по семитомнику. И там очень четко из уст руководства администрации президента прозвучала эта мысль. Давайте писать объективно, чтобы завтра не было стыдно. Отлично. То есть, вот как иногда представляется, да, что вот хвалите там Ельбасы, там еще что-то. Ничего такого не было. Ну, всегда, при любом режиме, задача проявителя было восхваление его правления. Его период был самый золотой, самый замечательный. Я вам сразу говорю, вот прямо такого не было у нас. Поэтому у нас вот эта концепция седьмого тома, которую писали, мы ее не перерабатывали сейчас. Она у нас осталась, и народ работает. Единственное, что я хотел бы сказать, конечно, те люди, которые считают, что распад СССР был величайшей геополитической трагедией, что Советский Союз был жизнеспособным государством, что его развалили какие-то там заговоры каких-то там масоны, условно, либо какие-то предатели и так далее. Они, конечно, будут разочарованы, потому что наш авторский коллектив и до января был уверен, и сейчас это источники. Советский Союз был нежизнеспособен, его распад, он был естественным, необратимым процессом. И это по-прежнему будет у нас в книге. И Августовский Пусь был попыткой его реанимации. Конечно, конечно. Это абсолютно естественные процессы, и независимость Казахстана была не чьим-то подарком, не с течением каких-то случайных обстоятельств, не тем более заговором каких-то иностранных держав. Это был абсолютно естественный процесс. Как Марта Брилова говорила, катапультирование в независимости. Да, и, кстати, роль первого президента тоже, как сейчас горяча некоторые товарищи предлагают, это тоже абсолютно неправильно. Иначе получается, что 30 лет наше общество, не имея никакой внутренней собственной воли, болтается по воле случая или каких-то внешних сил. В этом качающемся мире. Исторически, да, это совершенно методологически неправильный взгляд. Потому что ни одно серьезное крупное событие, оно не случайно. Это результат закономерных событий. Там случайность влияет на какие-то нюансы, характеристику событий. Но сама логика событий, она от этого не меняется. Я всегда говорил, октябрьская революция в 17-м году в той или иной форме, она все равно произошла бы. Не было Ленина, руководил бы Троцкий. Не было бы Троцкого, руководил бы какой-нибудь Иван Иванович Иванов, который в реальной истории, в этой вот вариант, который мы знаем, он никак не проявил себя. А если бы не было тех лидеров, которые были бы, он бы смог себя проявить. Выстрелил бы. Выстрелил бы. И она все равно произошла бы. Конечно, события пошли бы немножко по-другому. Но общая закономерность развития была такова. И Российская империя развалилась абсолютно закономерно. Никакие там, как любят трактователи истории, англичанка подгадила, либо немецкий генеральный штаб. Это естественный ход событий. Российская империя... Распутин не виновата. Причем тут Распутин? Это тоже... Не было бы Распутина, было бы что-то другое. Это Россия целенаправленно, всей своей внутренней логикой развития, она шла к революции. В той или иной форме. Ну и, соответственно, трагедия в Алма-Ате тоже была закономерной. Конечно, это тоже закономерность. И, кстати, многие же эксперты об этом говорили. Что нельзя все время закручивать гайки в резьбу сольмета. Нельзя не выпускать пар в крышку сольмета. Об этом достаточно поднять за последние, наверное, 7-8 лет экспертной оценки. Причем, если бы это говорили только оппозиционные эксперты, мы бы могли там что-то, ангажированность какую-то подозревать. Возьмите вот эти все национальные доклады наши, которые вполне официально заказывало Министерство общественного развития. Там тоже эти оценки есть. Там тоже есть эти оценки. И все говорили, поэтому, ну, может быть, именно вот время, когда это произошло, может, сама форма, она была неожиданной. Но что-то подобное должно произойти, эксперты, грамотные эксперты предсказывали. Причем, я же говорю, последние 7-8 лет эти звучали оценки. Там очень сильно, конечно, повлияла пандемия. Потому что здесь очень много было моментов, сложно просчитывая. Да, усложнило. Конечно, конечно. Очень сильно поменяло социальную ситуацию в стране. Потому что до пандемии, да, например, общество немножко другое было. И экономически, и социально. Были возможности, была работа. Были возможности, да, поэтому как-то... Какие-то условия. Во время пандемии же очень сильный удар именно по малому и среднему бизнесу. Почему Алма-Ата? Потому что Алма-Ата на 80% она малый и средний бизнес. Поэтому Алма-Ата взорвалась, потому что пандемия по Алма-Ате, наверное, сильнее всего ударила. По южным регионам ударила очень сильно. Потому что опять южный регион – это малый и средний бизнес. И да. Большой процент населения такой, да? Конечно, конечно. Они же все потеряли работу. И ничего не получили взамен. Взамен, да? Да. То есть, если бы государство что-то им как-то восполнило это... А что? Да. А что опять? Здесь я недавно об этом говорил. У нас же... Ну, по крайней мере, мы себя тешим, историки надеждой, что есть функция такая у истории, прогностическая и некая дидактическая, что ли, я не знаю. Вот, что какие-то уроки истории могут быть там восприняты. Ой, не знаю. Ну, я говорю, мы тешим себя надеждой. Да, на те же грабли постоянно скупаем. Вот, поэтому мы сейчас вот видим запрос, который существует в обществе. Это запрос не на демократию. У нас некоторые неправильно понимают, говорят, что у нас запрос на демократию. Это не запрос на какие-то социальные системы там справедливые. Запрос, в принципе, на справедливость. И демократию, и социальные системы – это просто инструменты. Объективность, справедливость, честность какая-то. Да, какую-то справедливость требует народ. Поэтому политическая система – это инструмент. Та политическая система, которая сможет обеспечить справедливость, она будет воспринята. Почему существующая политическая система, начиная с 1991 года, прекрасно существовала и пользовалась действительно поддержкой массовой, примерно где-то до 2012-2013 года. Ну, потому что удовлетворяло потребность? Да, оно удовлетворяло вот эту потребность на справедливость. Где-то в 2013-2014 году, когда стало невозможным за счет постоянного продажи ресурсов, перераспределения производить, соответственно, несправедливость стала нарастать. И все вот. И вот это вот чувствовалось в обществе? Запрос на демократию, он же с этим и связан. Потому что люди верят, что демократические институты позволят восстановить вот эту справедливость. К чему я честно отношусь с очень большой осторожностью и скептицизмом. Потому что сами по себе демократические институты, они не панацеи. То есть их точно так же, это инструмент. Тот же олигархат, олигополия, которую мы сейчас ругаем. Она точно так же может этими институтами воспользоваться. Там я уже слышал, какие-то люди хотят свои партии создавать, участвовать в выборах. Ну да, созданы возможности. Конечно. И в принципе конституционно-то все разрешено. Все в рамках закона. Вот это у нас как раз история пытается, по крайней мере, этому учить. История, скажем, начала 20 века. Там очень много таких прекрасных примеров, которые внимательно почитать. Наш коллега, новосибирский историк Виктор Казадой, который прославился книгой о Букеханове, сейчас занимается историей февральской революции. Да, вот, кстати, уже март. И там же очень много параллелей, очень много аналогий. И Россия перед октябрем 1917 года была самой демократической страной в мире. На тот момент. Гитлер пришел к власти абсолютно демократической, использованием абсолютно демократической. Да, все законно. Да, поэтому хотелось бы, конечно, чтобы этот семитомник не просто был интересным, увлекательным. Не только какие-то мы новые теоретические основы, будущие репрезентации истории заложили. Хотелось бы, чтобы для общества каким-то уроком было. У нас сейчас призывающих к революции очень много. В последние дни вот обострилась ситуация, к большому сожалению, в Украине. Опять горячих голов очень много. Да. Фейсбук там вскипел у нас, казахстанский сегмент. Мы все переживаем сейчас эти ситуации. Ну и я там уже начал людей призывать не участвовать в провокационных постах, не комментировать, не отвечать на хамство, не отвечать на провокации. Потому что ощущение такое, что вот эта вот нетерпимость, она подогревается прям сознательно. Ну кто-то подливает масло. Провокации, вот провокационные посты, провокационные комментарии какие-то. Фейков очень много. Да, и желание такое вот казахстанское общество вот втянуть вот в этот общий конфликт какой-то. Ну и не только казахстанское, да. Ну я переживаю за казахстанское общество. Я, конечно, очень переживаю за наших соседей, но у меня есть определенный такой эгоизм. Я больше всего переживаю за казахстанское общество. Поэтому не хотелось бы, чтобы нас вот в это втягивали. Хотя вот я... Ну и безучастным оставаться тоже невозможно. Конечно. Хорошо. Семитомник, да, вот точнее ваш седьмой том. Давайте к нему вернемся. Как вы его структурно представили, представляете? Ну прежде всего, конечно, мы хотим... Какими параметрами вы ориентируете? Прежде всего, мы хотим очень четко определить теоретико-методологическую базу исследований. Мы прямо с этого и начнем. Какие вообще... Что такое вообще современность? Является ли современной историей историей? Потому что сомнений же очень много. Я слышал очень часто, вот в адресе нашего института и в адресе Митомника, что современная история, это вообще не история, это политика, это политология, социология. Все, что угодно, но не история. Отвечу тем же самым, любая наука, где хоть какое-то развитие просматривается, это история. Об этом Энгельс в свое время сказал, он сказал, существует только одна наука, это наука история, которая делится на историю природы и историю общества. Поэтому это, конечно, два таких немножко абсурдных, но противоположной точки зрения. Истина, как вот где-то посередине всегда. Это безусловно история, но здесь есть своя специфика. Во-первых, надо четко понять, что такое современность. Это именно философский к этому подойдет. Так, и на что вы опираетесь? Есть несколько пониманий современности, да. Мы должны четко определить, вот с чего мы начинаем современную историю. После того, как мы поймем, что такое современность, чем она отличается от несовременности, мы сможем говорить, да, вот 91-й год – это принципиально новый этап в нашей истории. Потому что разные есть точки зрения. Говорят, может быть, 86-й год, когда общество наше изменилось ментально. Да. И это тоже, кстати, имеет право на существование. И поэтому мы, например, начинаем формально, у нас в том начинается 91-го года, но первая глава посвящена предыстории. А без этого никак. Надо понять, почему. Почему был 91-й. Конечно, конечно, надо понять. Надо понять, что распад СССР был закономерен. Какие вообще существуют теоретические модели объяснения истории, в том числе истории 20-го века? Теория модернизации той же самой, о которой мы очень много говорим. У нас же и были даже теории вот этой вот третьей модернизации и так далее. Надо объяснить, что это такое. Что это не изобретение лично Нарсултана Абишевича Назарбаева, который говорил о третьей модернизации, четвертой и так далее. Что это действительно существующая теоретическая модель в мире. Общемировая. Общемировая, да. Есть несколько моделей, объясняющих распад социалистической системы. Надо их все тоже проанализировать и посмотреть. И главное читать и предложить. Да, да, да. Потому что надо, чтобы любой, кто взял в руки эту книгу, хотя бы понял, что в этих процессах 20-го века все-таки это закономерные процессы, а не результат заговоров. Это тупиковый путь вообще в истории искать заговоры. Заговоры всегда существуют, но успешны они лишь там, где есть для этого исторические условия. И далее мы будем рассматривать вот эту историю 30 лет по направлению. То есть политическая история. Как формировались границы, как формировалась политическая система, как формировалась партийная система. Институты власти. Институты власти. Где были допущены ошибки. Где процесс не, скажем, неудовлетворительный. Но ошибок там не было. Просто из нескольких худших вариантов был выбран самый лучший. Такой тоже есть, действительно. Меньше из зол. Да, в свое время, если не ошибаюсь, Бисмарк говорил, что политика – это искусство возможного. Поэтому есть некоторые модели, которые кажутся нам идеальными. Которые кажутся нам самыми лучшими. Но, к сожалению, их невозможно осуществить. Мы сегодня не можем осудить агрессию России, Украины. Потому что… Почему? Потому что политика – это искусство возможного. И требовать от президента сегодня, чтобы он встал, как предположен президент Польши, и сказал, что России агрессия и так далее. Это невозможно сегодня, по многим причинам. Я сегодня не хочу их обсуждать. Это не касается нашей. И вот это мы хотим показать. То есть, да, возможно, та система, которая была выстроена, она не идеальная. Но в тех исторических условиях… Оптимальной была. Она была единственная возможная. Все другие модели были бы хуже. А может и нет. Для этого надо именно каждый институт проанализировать. Где-то, может быть, у нас даже не институты мы создали, а где-то мы создали какие-то суррогаты, иллюзии институтов. Такое тоже есть. Почему они не работают, некоторые институты? Потому что это внешние только институты. Внутри они наполнения не имеют. По разным причинам. Не всегда зависящим от президента или министра, или еще кого-то. Ну, кстати, интересно, да. По системе высшего образования, например, главу пишу. Мы же хотели очень сильно создать баллонскую систему. Почему у нас со скрипом работают отечественные вузы? Не потому, что там плащевая профессура, не потому, что там глупые студенты, не потому, что министерство не хочет, не потому, что нет политической воли руководства, потому, что эта инерционная система, ее невозможно одним нормативно-правовым актом изменить. Но у нас министерство поставило, как говорится, телегу впереди кобылы, да? Ну, это был принцип казахский. Старинный, традиционный принцип, что караван выравнивается во время пути. Я, честно говоря, сам этого принципа придерживаюсь. Потому что, если не начать эту работу, мы можем очень долго придумывать какие-то нормативно-правовые акты, но у нас система не изменится. Потому что это очень инерционная. Система образования вообще сама по себе очень инерционная. Если бы жестко, скажем, во времена Сагадиева, например, жестко не была вот эта система школьная сломана, старая, и вот прямо административным путем новое содержание не введено было бы, сегодня мы до сих пор бились бы над этим. Хотя министра ругают. Все эти министры, они не сами придумывали эти реформы. Они проводят государственную программу, которая была расписана на этого. И нынешний министр, он просто продолжает эту программу ввести. Дальше запланировано все. И не будет отказа от обновленного содержания, не будет отказа от критериального оценивания, потому что это нужно. То, что это сейчас плохо работает, это не потому, что кто-то в этом... Естественно, да, необходимо время для того, чтобы она четко отработала. Конечно, тоже самое в системе высшего образования. У нас формально у нас балонская система, формально у нас система кредитная, но фактически она работает в 5-6 вузах только у нас в Казахстане. фактически, потому что в большей части там ректора и профессора сову на глобус натягивают, сову балонского процесса на глобус советской системы образования. Она не натягивается само собой, от этого страдает профессорская преподавательская состав, студенты. Но я думаю, что постепенно это исправится. Вот как раз в каждой сфере мы в седьмом томе посмотрим, почему не работало. Действительно ли это какая-то ошибка была допущена. Либо это естественный процесс, надо просто дальше работать, чтобы система перестала буксовать. Высшее образование и наука это за вами, да, получается? Да. А вот мы говорили про политические институты, политические реформы. Есть у нас специалисты, они пишут. Есть у нас специалисты, есть у нас юристы и с опытом работы в этих системах достаточно. Иркеш Калиевич. Иркеш Калиевич, он причем очень радикально и раньше был настроен, и сейчас мы его даже где-то пытаемся... Не надо его сдерживать. Где-то его сгладить, пытаемся, да. Творческий режим. В любом случае, конечно же, будет редакторская работа, хотя он специалист прекрасный. И, наверное, вот в этой сфере один из лучших специалистов. Несомненно. Поэтому есть другие специалисты, есть у нас по демографической политике тоже. Экономические реформы. Экономические реформы. Мы специально экономиста пригласили, доктора PHD, имеющего очень хороший опыт работы за рубежом, и зарубежное образование, и опыт работы в нашей системе. То есть он изнутри эту систему хорошо знает. Мы в этом направлении попытались специалистов привлечь. Ну, посмотрим. Сейчас рано еще говорить. Мы сейчас только рукописи собираем. Военная история у нас тоже. Доктор наук военный пишет. Не Тазбулатар? Тазбулатар, да. Он тоже систему узнает изнутри, и в то же время специалист доктор наук. Теоретики, практик. Теоретики, практик, да. Он и недостатки все знают военной книгой. А прежде в каждых книгах всегда описывалась роль Ельбасы. Как в этот раз? Обязательно. Обязательно. 30 лет. Не вычеркиваешь. Да, и нельзя, как сейчас вот у нас есть категория людей, у которых неожиданно за последний месяц открылись глаза. И они начали… Лучше смотреть на мир. Да. И начали нелицеприятные очень вещи. И очень… Есть вещи, которые даже неприятно мне читать было. Причем люди, которых я раньше очень сильно уважал. Так нельзя. Я не верю в искренность людей, у которых неожиданно открываются глаза с изменением политического курса. Я историк. Конъюнктурная. Я историк. Я таких людей… О таких людях очень много видел и архивных материалов, и истории мы о них знаем. Завтра, не дай бог, опять что-то произойдет. У них опять резко откроются глаза. У них открываются глаза на моей памяти в третий или четвертый раз, как минимум. Потому что пять лет назад они… Эти люди как раз и были среди тех, кто портил Ельбасе своими абсолютно ненужными восхвалениями. Сейчас они точно так же поливают грязью. Это абсолютно неправильно. Оценка всегда должна быть объективной. Любая историческая личность не является святым ангелом, допускает какие-то ошибки, делает какие-то непопулярные вещи. Мне, например, не нравятся некоторые наши фильмы исторические. Современные. Современные, да. Где наши персонажи выступают в качестве абсолютно безгрешных ангелов. Казанское ханство. Жанбет и Терей – это практически идеальные люди. Не так? Нет, конечно. Конечно, нет. Это же люди, жилые люди были. Они сомневались, они ошибались, они выходили из себя. Они делали что-то несправедливое в отношении кого-то. Ну, не знаю, вообще вот их откачевка от Абул Хаэр – это же акт сеператизма был в свое время, да? Конечно, безусловно. И они боролись за власть. Да. И их могли наказать и вернуть. Единственное, что помешало – неожиданная смерть, да? Они… Я вполне подозреваю, что, например, если бы Жанбек и Терей не победили бы, если бы Абул Хаэр не умер, в истории нашей такое же место мог бы занять Мохаммед Шайбани. Да. Он бы мог не откачевать в Центральной Азии, не увезти с собой огромное количество наших родственников прямых. Слово «узбек» не перешло бы к современным узбекам, а современные казахи назывались бы узбеками, будучи тем же самым народом, с тем же языком. Но в нашей истории Мохаммед Шайбани бы занял такое же место, как Терей же. И государство было бы более мощным, крупным? Ну, не знаю, потому что другие же события дальше же тоже влияют. А кто-то бы откачевал, да? Вот кто-то другой откачевал бы, да. Те же, скажем, Турсон и Ессен. Ну, Мохаммед Шайбани был тоже очень харизматичным человеком. И нельзя, как вот наши современные кинематографисты сделали, его изображать там чуждым, не казахом, разноцветную челму ему на голову накручивать. Потому что этнически он от Жанебека Керинь ничем не отличался. Ничем не отличался. Такой же степной казах, тургайский, кстати, как и... Ну, вынужден позже уйти в Пресардаринский. И увел с собой тех людей, которых позже вот... То, что Шакарим говорил, это наши, говорит, узбеки, говорит. Шакарим об этом говорил в начале 20 века. Это, говорит, это наши, говорит, узбеки, говорит. Мы 92-х племенные узбеки. То, Александр Икабалов, узбеки, это вот мы. Мы, нагайцы, каракалпаки, та часть узбеков, которые на рода делятся. И именно происходит от узбеков Мохаммеда Шайбани. Это вот лакайцы, среди которых тоже есть Монград, Арвены и так далее. Вот 92-х племенные узбеки, которые Шакарим говорил, мы узбеки, наш предок узбек, по 92-х племенные узбеки. Современные, иногда наши современники, которые Шакарима читают, подходят и тихонько спрашивают. Почему Шакарим сказал, что мы узбеки? Я объясняю. Надо объяснять. Я объясняю, потому что в исторической памяти казахов, казахи, они и есть узбеки. А в этом, кстати, есть несколько очень интересных высказываний и российских современных путешественников, которым, видимо, более грамотные казахи тоже говорят, мы узбеки. Редактор субтитров А.Семкин